Приветствую вас! Давайте попробуем разобрать ваши проблемы, которые вы пишете. Ну, во-первых, вы можете выстроить гармоничные отношения с мужем. Вы знаете, гармоничные отношения с мужем можно и нужно выстраивать только тогда, когда на это есть желание обоих людей. Если у вас такое желание есть, а у вашего мужа такого желания нет, то будет достаточно сложно что-либо сделать. В этой ситуации вам придется подстраиваться под него. В этой ситуации вам придется работать с тем, чтобы быть мужем той, которая хочет вас видеть, которая хочет вас воспринимать. Готовы ли вы к этому или нет? Это важный вопрос. И второй важный вопрос, который мне бы хотелось вам задать, это вопрос, связанный с тем, а когда и почему у вас отношения испортились? Это важный момент. Знаете, в конфликтологии важно понять сам корень, саму суть изначального конфликта. Проблема в том, что люди, не заканчивая, не разрешая до конца определенный конфликт, пытаются жить дальше, у них это получается, но когда возникает клиническая ситуация, старые неразрешенные конфликты неожиданно всплывают, и получается то, что и настоящие конфликты, ну то есть те, которые волнув, волнув человека в данный момент не разрешаются, и, собственно говоря, конфликт более ранний тоже не получает своего разрешения, и в итоге негатив копится, 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 и вот это приводит к тому, что отношения теряют свою гармонию, теряют свой баланс. Соответственно, направление вашей работы здесь, именно в этом, то есть понять, с какого момента отношения начали портиться, что, собственно говоря, повлекло это. Потому что, да, может быть потеря доверия, может быть некое недопонимание друг с другом, может быть что-то еще, может быть какой-то внешний фактор. Далее. Далее вы пишите, что не можете общаться нормально с мамой, до сих пор болезненно реагируете на некоторые ее высказывания, и в последний раз одну из них очень выбило вас из колеи. Вы знаете, болезненная реакция на высказывания вашей мамы, в принципе, как и любого человека, обусловлена тем, что вы видите, вы чувствуете некий отклик внутри себя на то, что она вам говорит. Вы знаете, если я вам скажу что-то неприятное, вы уже вряд ли на меня обидитесь. Особенно, если будете знать наверняка, что то, что я вам говорю, это неправда. Но если то, что я вам скажу, будет правдой, по вашему мнению, или может быть правдой, по вашему мнению, то вы уже не так легко воспримите то, что я вам скажу. Отсюда следует, что чем больше мы сомневаемся в том, о чем говорят нам другие люди, чем больше мы внутри склоняемся к тому, что вот вдруг они правы, а вдруг это действительно так и есть, а вдруг это соответствует реальности, тем мы и болезненные реагируем на то, что говорят нам другие люди вообще. Ну, а степень реакции, конечно же, зависит во многом от того, насколько человек нам дорог. Мама – это ваш, безусловно, самый родной человек, и вы, конечно же, реагируете на ее высказывания очень плохо. Значит, смотрите, какая получается здесь ситуация. Понять, во-первых, почему ваша мама так делает? Нужно. То есть, что ей движет, когда она говорит определенные вещи вам. Дальше, понять, с какого момента она так говорит, было ли это всегда, или появилось определенного периода в вашей жизни или ее жизни. Если было всегда, то как раньше вы воспринимали то, что она вам говорит, и было ли какое-то изменение в вашем восприятии того, что она пытается на вас донести. То есть, здесь важно понять несколько элементов. Первое – мотивы вашей мамы. Второе – суть того, что вас задевает. Четвертое – почему это вас задевает. И пятое – как сделать так, чтобы не задевалось. Вот эти элементы нужно разобрать. Следующая проблема. Значит, проблема выражения злости. Ну, тут не совсем понятно. Вы хотите избавиться от злости, или вы хотите ее выразить? Если вы хотите избавиться от злости, то нужно понять, что злость – это, знаете, такая, в частности, дерзкая реакция. Вот, знаете, ребенок, когда не понимает, вот почему происходят определенные вещи, он злится. Он злится, потому что он находится в определенном капкане, он находится в безысходности. Так вот, эта безысходность, она не отсутствие возможности решить свою проблему, отсутствие возможности выполнить задачу, которая стоит перед ребенком, например. Непонимание средств, непонимание требований к этой задаче, непонимание условий этой задачи и так далее, и раздать злость. Злость как реакция на невозможность сделать что-либо, и на непонимание чего-либо. Соответственно, если вы хотите от злости избавиться, то нужно действовать в этих направлениях, чтобы предыдущих испытывать злость. Важный момент. Все люди злые, которые искачают негатив, ругаются много, кричат и так далее, у них есть определенный дефицит. То есть этим людям чего-то не хватает. У этих людей нет чего-то, что им очень важно. Нужно понять, что важно вам, что нужно убрать этот дефицит, и тогда внутренняя причина для злости исчезнет. Сходя из понятного, в каком направлении нужно двигаться здесь. Следующий важный момент. Вы не можете повзрослеть, и не чувствуете себя женщиной в семье. Проблема сложная, потому что невозможность повзрослеть включает в себя понимание, а что есть для вас взрослость, что есть для вас взрослое поведение. Если вы считаете, что вы не можете повзрослеть, значит образ взрослого поведения у вас вид, но на его пути стоят определенные блоки, значит нужно понять, какие блоки на пути взросления, чтобы адекватно представлять себе, как их преодолеть. И если этот образ поведения взрослого навязан вам извне, то нужно, знаете, как и в любой критике, выявить зерно истины, и то, что вам подходит, принять, а то, что не подходит, оставить. Человек через призму своего восприятия трансформирует все то, что приходит к нему извне. Нельзя и не нужно просто брать и перенимать какую-то модель взрослого поведения, например. То есть с этим нужно разобраться. Следующее. Чтобы чувствовать себя женщиной в семье, опять-таки, надо понять, что для вас является этим самым ощущением женщины в семье, то есть некий идеал, некий образ. Откуда, кем, как, и когда этот образ был сформирован, то есть как у вас мостовое ориентируетесь, как у вас появился этот ориентир. Дальше. Что мешает быть женщиной в семье? Какие блоки? Какие препятствия? На эти вопросы она ответит. Чувство неполноценности, знаете, неполноценность, это означает неуверенность в себе, неуверенность в себе подразумевает слабость в каких-то моментах, то есть в каких-то аспектах свежих. Вы чувствуете себя слабо, недостаточно развитое, недостаточно совершенное и ну и просто-напросто для себя определить, в чем именно вы несовершенны и постараться это купировать, исправить соответствующей деятельностью. Деятельность, она выстраивается в зависимости из зависимости от ваших задач. Следующий момент, в котором вы пишете. Чувство безысходности порой вас накрывает, значит, какое состояние меня пугает, потому что ничего не радует и не знаешь, как жить дальше, как справиться с этой болью. Значит, чувство безысходности происходит с человеком от того, что он не знает, как решать свои задачи. Не знаю, как решать свои задачи, как правило, имеет место быть тогда, когда человек находится под постоянным давлением отхижающих людей. В данном случае у вас есть проблемы и с мужем с этой конфликты, и с мамой конфликты. Вполне вероятно, что и муж, и ваша мама очень сильно на вас влияют, и вы не можете среди этого влияния найти саму себя. Если так, то к себе нужно прислушаться, больше доверять своим чувствам, больше доверять своим эмоциям, они не лгут именно для вас. А люди, все люди так или иначе примут то, что вы ощущаете, то, что вы чувствуете и то, чего вы хотите. Но для того, чтобы себя услышать, нужно уединение, то есть добровольное избегание общения, пребывание наедине с собой, чтобы лучше прислушиваться к себе и отдавать себя отсчет в том, кто вы, куда стремитесь и чего хотите. Неплохо бы сделать и определенную область, как в сознании, так и в реальном мире, куда не было бы доступа никому, кроме вас. Где бы вы чувствовали себя в безопасности, это значит, что это ваше личное. это бы тоже вам помогло. Теперь, что касается денег, вы пишите сумму, которую можете заплатить. Я готов конструктировать вас за сумму почти в два раза меньше. То есть у вас есть 1500, я готов вас конструктировать за 400 рублей в час. Значит, как работает моя консультация? Либо аудиочат, то есть чат голосом, либо вы пишите мне письмо, а я отвечаю вам вот в таком формате, то есть в формате записи, где я разбираю ваши проблемы. Выбирать вам, если вам понравилось направление, которое я озвучил, если вам понравился формат работы, то милости прошу, в личку обговорим детали и будем работать, будем постепенно решать ваши проблемы. уверен, что все они в принципе решаемы. На этом все, надеюсь, что помог вам, если ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...